Быстрее, сильнее, а в данном случае еще и дальше. Толканием ядра Елизавета Филипченко увлеклась более двух лет назад. Делится этот вид спорта близок ей и по физическим возможностям, и по духу. Благодаря постоянным тренировкам за короткое время Лиза быстро натренировала руку. В копилке достижений есть медали и всероссийских уровней. А сегодня пришла за победой в городском турнире по легкой атлетике. В соревнованиях, конечно, есть такое соперничество. Интересно соперников посмотреть. Некоторые думают о движении. У меня такого не прокатывает. Я думаю о чем-то хорошем и стараюсь не думать о движении, а стараюсь просто сосредоточиться. Городские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек на призы школы Олимпийского резерва номер два прошли в этом году в четвертый завершающий раз. По итогу забегов формируется сборная школы для участия в чемпионате города и в областных соревнованиях, которые пройдут в декабре. Во-первых, это проверка своих возможностей технических и физических возможностей. Во-вторых, это старт отборочный для участия в соревнованиях высшего ранга. Бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину и высоту. Из-за пандемии количество участников в соревнованиях было решено сократить с 400 до 250 спортсменов. В забегах участвуют спортсмены не только из Самары, но и из Чапаевска, Отрадного, Новокуйбышевска и Сызрани. И у каждого спортсмена свой секрет успеха. Мне помогают мои соперницы, потому что если они сильные, я за ними тянусь и у меня лучшее время. Ну, наверное, новые результаты, новые какие-то рекорды или даже новые цели, к которым ты стремишься. Вот ставишь себе цель и так вот думаешь, все, нужно ее выполнять и заново влюбляешься, пока все это делаешь. По итогу турнира лучшие спортсмены получили медали и грамоты от организатора. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.